О роли умного города сочинским чиновникам сегодня рассказали научные сотрудники Национального института информационных технологий и связи Москвы. На сегодняшний день их главная задача провести диагностику. Специалистов интересует и количество счетчиков воды и тепла в сочинских домах, и количество пациентов, записывающихся на прием онлайн, а также наличие бесплатных Wi-Fi точек и даже площадь зеленых насаждений. Вся эта информация поможет найти наиболее вероятные точки роста. В целом же внедрение современных телекоммуникационных технологий планируется во всех сферах. Польза для жителей курорта на лицо отмечают участники стратегической сессии. Умный город, ко всему прочему, наладит обратную связь населения с властями. А в ожидании общественного транспорта на остановке поможет узнать, где именно находится автобус. Это может происходить через информатор, который установлен на автобусной остановке. Это может происходить через приложение, которое будет разработано, например, администрацией города, которое позволит в режиме реального времени видеть, как двигается общественный транспорт. Это уже реализовано в некоторых городах России. Это уже очень востребовано. Теперь пришло время для того, чтобы Сочи попал в рейтинг лучших городов Российской Федерации. Рейтинг умных городов России. Школьный электронный дневник, онлайн-приемные, бронирование столиков кафе по интернету, приложение для вызова такси. Еще недавно и это было удивительно. Сегодня норма жизни. Умный город или, как еще называют проект «Электронное сообщество» призван удовлетворить еще больше потребностей населения. Задача города объединять эти уникальные цифровые технологии, для того, чтобы банально в городе стало жить просто удобнее, комфортнее, вы не тратили массу времени для получения тех или иных услуг. Эти практики мы будем достаточно быстро и компактно обобщать и внедрять непосредственно в деятельность администрации. Сегодня президент, кстати, создал рабочую группу по цифровой экономике. То есть все понимают, что в любом случае это завтра. Поэтому в нашем случае, в счете, что город Сочи всегда старается быть, если не флагманом, то точно в лидерах воспринимать эти технологии и внедрять в жизнь. Работа в группах сегодня продолжалась весь день. Теперь руководство Сочи ждет от научных работников Московского института рекомендации и документ с уже разработанной концепцией умного города Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.